Учебный год в новых условиях. Тема сегодняшней программы это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Сегодня начался новый учебный год. Новый и по календарю, и по тем условиям, с которыми школьники и дети столкнутся. Прежде всего, это, конечно, санитарно-гигиенические условия. Об этом сегодня мы говорим с нашим гостем. У нас в гостях заведующий кафедрой детских инфекций Казанского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Владимир Анохин. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с первым днем учебы, с днем знаний. Хочу пригласить всех зрителей принять участие в нашей программе. Мы в прямом эфире. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, все те, кто сегодня уже был на линейках, кто ходил в праздник, звоните и рассказывайте свои ощущения. Что изменилось в ваших школах, детских садах? Какие условия, что вам понравилось? Какие-то комментарии, вопросы? Пожалуйста, звоните, спрашивайте. Постараемся как-то ответить и прокомментировать. 511-99-66, телефон для Казани, 8800-532-55 для Республики. Ждем от вас комментариев и вопросов. Кроме того, мы спрашиваем вас в нашей группе ВКонтакте, рассказывали ли вы о безопасном поведении детей в школе? Вот как вы это делали? Тоже, пожалуйста, в группе отметьте, да, делали ли, нет, не имеет смысла. И, в общем, любой вариант выберите, пожалуйста, в нашей группе. Итак, Владимир Алексеевич, давайте начнем с самого-самого. О чем вообще должен помнить сейчас ребенок, школьник, посещая школу вот в этих условиях? Ну, в первую очередь, он должен понимать тот факт, что он может заразиться сам, сам заболеть и, собственно говоря, принести эту инфекцию домой. И поэтому школа является, ну, своего рода таким местом определенной опасности, эпидемиологической опасности в плане возможного возникновения и распространения этой инфекции. Поэтому все те действия, которые предпринимаются и Росэпиднадзором, и, собственно говоря, администрацией школы, они, в общем, оправданы. И если мы фактически постараемся максимально точно соблюдать все те указания, действия специалистов в области профилактики этих заболеваний в школе, то тем здоровее будут дети и тем здоровее будут семьи. Ну, то есть мы избавимся от каких-то серьезных проблемных вещей, в том числе и среди не только детей, но и среди взрослого населения, бабушек, дедушек, которым в первую очередь опасна эта инфекция. Ну, я прекрасно понимаю, что школы в большинстве своем вообще хорошо подготовились. Но все-таки новый учебный год школы начнут без бактерицидных облучателей. Они до сих пор не поступили в образовательные учреждения. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Потяшина. По ее словам, во время пандемии наличие обеззараживателей воздуха – это обязательное условие. Однако закупить их смогли не все, поэтому эту проблему в ведомствах уже проработали. Президент республики принял решение выделить деньги на эти облучатели. Их должны закупить в количестве минимум двух штук на этаж. Пока приборов нет, специалисты просят соблюдать строгий режим проведения в классах. Некоторые уроки проводятся на улицах и проветривание. Что касается случаев заражения коронавирусом, вот сейчас внимание, среди учеников, то весь класс сразу же отправлять на изоляцию не будут. Сначала возьмут тесты у контактных, и если выявится более трех заболевших, то уже весь класс отправится на дистанционное обучение. Давайте посмотрим комментарии, послушаем. В случае заболевания учителя в отношении детей также будет организовано наблюдение, а контактные сотрудники по степени контакта будут направлены на изоляцию. Например, если учитель с кем-то контактировал более тесно в одной комнате длительный период времени, то, безусловно, этот учитель или иной персонал будет отправлен также на изоляцию. Это как раз, Владимир Алексеевич, о тех слухах, потому что, когда говорят, вот если температура выше 37,1, сразу отправляем на изоляцию. Если у кого-то коронавирус, так вот, как вы думаете, действительно стоит ли ждать, когда выявляется три заболевших, или когда один, как лучше? Ну, здесь ситуация такая, существует определенная такая регламентированная позиция, о которой сказала уважаемая коллега, о том, как организуется весь комплекс вот этих противоэпидемических мероприятий. Действительно, класс закрывается, переводится в режим онлайн работы и так далее. В тех случаях, когда формально будет зарегистрирован три или более случаев, называется это вспышкой инфекционного заболевания. Откуда эта цифра? Здесь чисто эмпирически это все было взято, так традиционно, скажем, принято было для любого инфекционного заболевания. И появление вот сразу одновременно нескольких случаев говорит о том, что процесс, видимо, неуправляемый. Поэтому, скажем, весь коллектив закрывается, касается ли это класса, касается ли это детского дошкольного учреждения. Во всех остальных случаях, ну, естественно, что мы живем в реальном мире, и появление отдельных случаев заболевания потенциально возможно. Но это не должно нарушать общий режим или график работы и самой школы, и, скажем, конкретно класса того, где это все произошло. Вы знаете, здесь, в данном случае, это ведь инфекционные заболевания, которые требуют, ну, то есть максимального внимания и максимального соблюдения, скажем, каких-то определенных правил. В первую очередь, это, конечно же, мытье рук, конечно же, это ношение маски. Я вам могу сказать, что вот, начиная, скажем, с марта месяца, когда мы ушли все на карантин, в значительной мере снизилась заболеваемость не только коронавирусной инфекции, но и всеми другими инфекционными заболеваниями, да. Мы научились мыть руки. Научились мыть руки, да. И чем чаще, как это неудивительно, вот мы как-то привыкли к тому, что мытье рук должно спасать нас от кишечных инфекций. В средневековье вспомнить? Да. Но в реальности жизнь показывает, что если мы начинаем мыть руки с целью предупреждения, скажем, того же самого гриппа, ну и применительно к той же самой коронавирусной инфекции, это, естественно, дает прекрасные результаты. Прекрасно. Вот. Если, так сказать, переходить к разговору о каких-то профилактических в этом плане действий, то, наверное, здесь нет смысла говорить о каких-то медикаментозных мероприятиях, давать какие-то капли, таблетки или что-то. Вы знаете, в отношении витаминов, сейчас мы переживаем, в общем, самый такой витаминизированный период года, когда у нас много в достатке спалей овощей и фруктов. Благодаря этому, конечно, витаминная недостаточность или ее нет, или она не ощущается так значимо. Но в большей мере, может быть, это касается витамина D, к которому мы как-то больше привыкли внимания относить или обращать у детей самого раннего возраста на предмет развития у них рахита. Но жизнь показывает, что витамин D очень важен не только для грудных детей, но это и очень важная вещь для взрослых. Это и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, это профилактика онкологических процессов. Но уж коль зашел разговор у нас о коронавирусной инфекции, тоже короткие, правда, сравнительно небольшого ограниченного объема исследований проводились, которые показали, что, в общем, недостаток витамина D один из факторов, приводящих к неблагополучному течению коронавирусной инфекции. То есть вот если говорить о витаминах, то именно вот об этом. То, что касается всего остального, это скорее промывание носа. Придя домой, мы обязаны не только вымыть руки, но и умыться. И это прекрасный способ предупредить не только коронавирусную инфекцию, но и грядущий грипп, который мы ожидаем. И те респираторные заболевания, которые неизбежно появятся и будут доминировать, скажем, в списке заболеваний осенью и зимой этого года. В любом случае, школьники, понятно, у них какая-то своя жизнь, для них, может быть, это где-то игра, где-то что-то интересное, в школе появилось что-то новое. Но наше все-таки обращение больше к родителям. И вот тут возникает тот самый спорный момент, который спорится еще и до коронавируса, это прививки те самые. Как убедить родителей? Во-первых, очень многие говорят, что мы вообще прививаться не будем, даже от гриппа, и не прививаются. Сейчас еще коронавирус. Как объяснить родителям, что да, и от гриппа надо привиться, и потом, когда появится от коронавируса? Вы знаете, какая... Тут есть несколько моментов, может быть, о которых следует сказать. Ну, первый момент, с моей точки зрения, принципиально важный. То, что вот мне доводилось работать на разного рода серьезных вспышках, заболеваниях таких массовых, управляемых так называемых инфекций. Это и кори, это и дифтерия в свое время была, это и даже и холера, и вот грипп 9-10-го годов. Ну и вот, я могу сказать достаточно ответственно, у нас ни один вакцинированный человек не погиб. Ни один. Все случаи неблагоприятных исходов были связаны именно с этим. Жизнь показывает, что вот как раз осложненные, непростые, вот эти госпитальные случаи того же самого гриппа, или той же короны, ну, применительно гриппа, поскольку именно это имеет у нас сейчас такую активную иммунопрофилактику, развивается именно у людей, не имеющих вакцинации. Вы знаете, это уже давно установленный факт, но до последнего времени ни одно государство, в том числе и Россия, не имело возможности массово так вот и бесплатно вакцинировать практически все население. Вот сейчас такая возможность появилась, технологии и производственные такие возможности появились про получение такого количества вакцин. Все это, конечно, безусловно привело к тому, что вот начиная в последние лет 7-8 мы практически не видим тех грозных эпидемий, тех серьезных подскоков заболеваний, которые раньше, в общем, были традиционны для холодного времени года. Это первый момент. Может ли человек заболеть вакцинированный? Может, но, повторюсь, обычно болеет он не тяжело, и, как правило, это все проходит сравнительно благополучно. И вот если мы возьмем себе за правило, скажем так, но это, если угодно, это такой элемент здорового образа жизни. Это нормально, это естественно, как мыть руки точно так же и проводить вакцинацию. Но что делать? При гриппе приходится это делать практически ежегодно, но это не такие большие затраты со стороны самого человека, которому вводится вакцина. И таким образом он просто-напросто предохраняет себя и предохраняет окружающих людей. Все-таки следует помнить, что существует такой непреложный закон классических инфекций, что чаще всего источником инфекции в семье является больной ребенок. От него заражаются и взрослые, в том числе от него заражаются и старшие люди, и бабушки, и дедушки. К сожалению, жизнь показывает, что даже причиной вот таких неблагоприятных исходов, что делать, инфекционная болезнь иногда является либо прямой причиной, либо таким толчком, приводящим к тому, что возникают инфаркты, инсульты, и обостряются хронически-абструктивные болезни легких, которые, к сожалению, статистика, например, мировая и Соединенных Штатов Америки свидетельствуют о том, что теряются сотни тысяч людей. И если бы мы, так сказать, соблюдали все эти вещи, я думаю, что вот этот навык ежегодной вакцинации, он должен и безусловно даст свой эффект, свой результат. – Обязательно мы сейчас продолжим говорить, потому что есть вопрос по поводу, опять же, прививок. Но у нас звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Алло, здравствуйте. – Здравствуйте. – Я хотела бы искренне поздравить всех учителей, директоров, заучек, профессоров и так далее и тому подобное. Россия, всех учителей пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого доброго. И чтобы не было у них плохих учеников. Спасибо, что выслушали. – Спасибо. – Будьте здоровы. – Будьте здоровы. – Вопрос о прививках. То есть, опять же, в интернете я прочитал, потому что начинается вот эта волна прививочная и сразу же как-то возбуждаются те самые родители, которые категорически против. Вопрос какой стоит. То есть сейчас, в этом году, вот у нас появился коронавирус. Задали новую прививку. Родители говорят, мы прививаемся от гриппа. Теперь еще нужна прививка от коронавируса. Через год нам еще что-то придет. И таким образом, мы что будем, круглогодично прививаться. И вопрос из этого. Достаточно ли какой-то одной прививки, чтобы уже иммунитет сработал? Или на каждую инфекцию своя? – Ну, вы знаете как. Сейчас, во всяком случае, на каждую инфекцию своя. И современные технологии пока позволяют делать только так. Возможно, мы в будущем будем иметь, и сейчас разрабатываются, собственно говоря, все те вакцины, которые потенциально могут, скажем, защитить не только от одного, а сразу от нескольких заболеваний. И я уверен, что в скором времени появятся вакцины от инфаркта и от инсульта. Да, 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 да. Это вполне реально, поскольку инфекционное начало лежит в основе всех этих вещей. Где-то мы что-то недооцениваем, о чем-то чего-то не знаем. Ну, и второй немаловажный, с моей точки зрения, момент – тот, что, собственно говоря, производство вакцин – это, собственно, такой топ, если угодно, самая вершина фармацевтики вообще медицинского производства. Здесь работают… Это самые высокие технологии. Причем это во всем мире, не только это у нас. И, собственно говоря, динамика развития всего этого вакцинального дела ориентирована в большей мере не столько на повышение эффективности вакцин, они и так эффективны, сколько на снижение реактогенности. То есть, вот тех, скажем, каких-то потенциально возможных побочных реакций, возможных каких-то осложнений. Сейчас, вот, я уже, так сказать, с высоты своего опыта клинического могу вам сказать, что по сравнению с тем, что мы имели, скажем, лет 20-30 тому назад, мы сейчас живем в эпоху, ну, если угодно, идеальных вакцин. По сути дела, вот тот уровень потенциальных реакций, которые здесь и наблюдаются, настолько малый. Что, в общем, имя по большому счету, если не пренебречь, то, во всяком случае, их надо безусловно учитывать, да, но это не повод к отказу. Я не надеюсь на то, что те люди, которые, так сказать, упрямо утверждают тот тезис, что вакцинация может принести какой-то вред, да, наверное, они останутся при своем мнении, но те люди, которые реально смотрят на эти вещи и видят всю ту динамику, скажем так, последнего столетия, вот, вы знаете, две, собственно, по мнению Всемирной организации здравоохранения, две позиции позволили нам увеличить продолжительность жизни – это вакцины и чистая вода. Так что вот такие. Вот, и завершая программу, посмотрите, пожалуйста, да, на цифры. Рассказывали ли вы своему ребенку о безопасном поведении, спрашиваем мы вас. Да, говорим 60%, нет, достаточно того, что мы моем руки и носим маски 32%, но и другое. 60% говорят об этом часто. По-моему, это уже хороший результат. Уже хороший результат. Да, продолжаем это же говорить. Владимир Алексеевич, большое вам спасибо за программу. Поменьше вспышек, побольше здоровых людей. Спасибо, что пригласили, да, спасибо. Друзья, это были главные новости, не болейте. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова